Опа! Поклевка, друзья, и рыба! А вот что я здесь делаю! Я ловлю рыбу в шторм, в экстремальную погоду! И получаю неописуемое удовольствие! Ну что, друзья, всем привет! Привет всем любителям экстрима! Вот только так я могу с вами сегодня поздороваться, потому что я решил выбраться на рыбалку, и погода у нас сегодня просто невероятная! У нас опять какой-то шторм! Ну, вернее, не опять, а они продолжаются, эти шторма уже много дней, и особо нету возможности в хорошую погоду выбраться на рыбалку! Но я решил выбраться, вот именно вкусить этого экстрима и попробовать, как это все будет! Поэтому всем любителям острых ощущений добро пожаловать! Я выбрался под свой мост, потому что и дожди, и ветра, и снега, и все это вместе! Ну, если что, хоть как-то укрыться от этого всего дела! Сейчас я стою с подветверенной стороны, на меня так прям очень сильно не дует, но волны огромные, с той стороны моста вообще невозможно, и это все какие-то невероятные эмоции! Я не уверен, что я поймаю сегодня рыбу, но попробую показать вам эту суровую-суровую норвежскую рыбалку! Ловить буду на один свой спиннинг от 7 до 50 грамм тестом, и вот всевозможные приманки пелькера норвежские, металл, вес от 18 и до 60 грамм! В общем, будем пробовать! Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, поддержите сурового норвежского мужика! Ну, а мы начинаем! В общем, как долго я здесь выдержу, я не знаю! Поймаю ли я что-то или нет, я тоже не знаю! Но меня сегодня жена очень отговаривала от этого мероприятия, но я вот не знаю, я смотрел на эти волны, на это море, бушующие, пенищиеся просто волны, и оно меня каким-то образом манит, я вам вот честно скажу, в этом что-то есть, вот эта стихия, она реально манит! Я даже, наверное, где-то логикой понимаю, что и ловить сложно, и, скорее всего, рассчитывать на результат не придется. И съемки это очень тяжелый процесс в таких условиях, но очень хотелось попробовать. Ну и, как я сказал, что единственным логическим способом ловли в такую погоду это тяжелые металлические норвежские пилькеры, но как рыба будет вести себя в таких условиях, абсолютно неизвестно. Я начал свою ловлю с пилькеров 40 грамм, возможно, мне придется поутяжеляться еще, потому что сносит, будь здоров, даже 40-граммовый пилькер. У нас ветер, но вот так сейчас постоянно дует, я думаю, в районе 15 метров, а порывы вообще... Опа! Как будто что-то... Не понял я. Или пилькер закрутился, наверное. Не понял я, что это было. Удара я не почувствовал, но какое-то утяжеление произошло. Да, правильно, пилькер закрутился. В общем, у нас ветра, как я сказал, 15 метров сейчас дуют. Волны большие. Рыбалка суровая для настоящих любителей экстрима. Все это еще усугубляет снег с дождем. Я камеру поставил между камней вот там вот, чтобы ее не сдуло. У меня на одной из таких рыбалок камера шлепнулась с метровой высоты, но хорошо, что ничего не разбилось. В общем, это экстрим. На лодке, естественно, вообще не вариант. Не выберешься. С такими волнами, с такой погодой. Так, меня здесь потихоньку начинает заливать волнами. Надо чуть выше становиться. В общем, я сам не до конца понимаю, что я здесь делаю, но... Опа, поклевка, друзья, и рыба. А вот что я здесь делаю. Я ловлю рыбу в шторм, в экстримальную погоду. И получаю неописуемое удовольствие. Это что-то некрупное попалось, но прямо с заброса поклевка. И ответ на мой вопрос, что я здесь делаю. Да, я получаю удовольствие, друзья. Вот что я делаю. Это небольшенькая сайда, по-моему. Да. Так, проверка теста удочки. Вот такая вот сайдочка. Некрупненькая. Но рыба клюет и в шторм. Сейчас я ее освобожу и выпущу. Она маленькая. И я думаю, что такую нечего мне даже брать с собой. Так, подожди, не крутись. Я тебя освобожу. Хотя ты взяла так довольно жадно за тройник. Так, почти освободил я тебя. Так, ну все. Освободили. Красавицу так, не убегай. Вот такая вот красивая сайдочка небольшая. Такая красавица. Ну иди. Тебя мы отпустим. Иди гуляй. Все. Да, это, пожалуй, одна из самых экстремальных рыбалок, которая у меня была. Надо следить за камерой. Поставил пилькер чуть-чуть полегче. В красном цвете. Но, наверное, это слишком амбициозно легкий пилькер. Потому что я вообще не чувствую. Где он. Так, вот сейчас что-то почувствовал. У нас была один раз с оператором экстремальная рыбалка. В июле прошлого года. Но мне что-то кажется, что сегодня ветер куда больше. И волны куда выше. Да, погодка шепчет. Не знаю, как долго я выдержу в такую погоду. Но, надеюсь, пару часиков я осилю. Хочется еще поймать хотя бы что-то. Хотя, я, в принципе, когда сюда ехал, понимал, что условия будут суровые. И не факт, что я что-то поймаю. То есть, я понимал это. Но очень хотелось. Так, это за что-то зацепилось. Наверное, за сваю моста. А то я уже тут... Так, опять за что-то зацепилось. Наверное, я ко дну там подошел. Близковато. Пока с вами заговорился. Пилькер дошел до дна. Что-то я не понял, сейчас прям вообще легко или он оторвался. А не, он поднялся прям на поверхность. Вот что случилось. Он, видимо, зацепился за сваю и поднялся на поверхность. Условия суровые, друзья. Такую рыбалку не каждому дано прочувствовать. У меня уже такое ощущение, что соль во рту. Потому что волны поднимаются. Все это летит ветром. Вот так вот. Так что будете в Норвегии дождитесь шторма и на рыбалку. Ну что, пока рыба не ловится, я попробую передать вам чуть-чуть мощь этой норвежской природы. Вот их стихи, стихи норвежских. О-хо-хо-хо! Вот это да! Вот это волны! Это я еще не вышел на другую сторону моста. Это просто я стою посередине под мостом, и сюда вот доходят такие волны. Сейчас попробую выйти на ту сторону, где ветер. Но что-то мне уже страшно. Что-то мне страшновато. Так, идем, идем навстречу ветру. Вот идет волна. О-хо-хо-хо! Да, вот это да! Вот это стихия! Сейчас, смотрите, друзья. Сейчас дождемся хорошей волны. Вот отсюда дует ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже где-то час на рыбалке. За это время я уже сполна насладился этой норвежской погодой суровой. Осталось только рыбу поймать. О, поклевка, друзья! Смотрите, поклевка. Не знаю, заглотила рыба или нет, но нет, но была хорошая поклевка. Эх! Да! Да! Есть, друзья, есть! Ой, сорвалась! Сошла, сошла, сошла! Ай! Ай, как я встрепенулся, друзья! Как я долго ждал этой поклевки! Как я долго ждал! Интересно, что случилось. Оторвалась или все-таки просто сошла? Я вам сейчас скажу, что сработало. Да, просто сошла рыба. Смотрите, что я сделал. Я сделал внизу пилькер маленький, там, грамм двадцать. И выше него еще один. И вот эта хаотичная игра двух пилькеров в воде принесла результат. А ну-ка, надо еще попробовать разочек. Так, так, так. Уже дело совсем к вечеру. Начинает темнеть. Поэтому долго я не половлю. Но очень бы хотелось еще хотя бы одну рыбку поймать. В общем, вот эта игра двух пилькеров, я понимаю так, что они в воде создают такой своего рода хаос. И вот эта вот игра двух пилькеров принесла результат. Единственное, что рыбу мы не поймали. Просто дождались поклевки. У меня остается на рыбалку минут двадцать, я думаю. Тридцать максимум. После чего нужно будет собираться. Так что за это время очень хотелось бы что-то поймать. Да, они вот и в воздухе так очень хаотично играют, эти два пилькера. Ну и, соответственно, в воде тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о-о! Это да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что, друзья, я наловился, за моей спиной бушует фьорд, он такой грозный, ветер дует сильный, снег, дождь, все это в лицо, все это меня накрывает, но я получил свою порцию положительных эмоций, надеюсь, что смог передать их вам. Рыбу я особо не поймал, было несколько поклевок, одна пойманная сальда небольшая, меня сдувает здесь, и масса удовольствия от этой вот сильной и мощной погоды. Всем спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и другие наши выпуски, ну и всем пока!